Мы должны вместе найти решение. Эта фраза звучала не раз во время встречи глав округов с региональным оператором. Слишком много вопросов, на которые пока нет ответа, вызывает новая система вывоза мусора. Один из главных – нормы. Сегодня это 2 кубометра в год для жителей квартиры и чуть больше 4 на человека, проживающего в частном доме. А если что-то больше будет, кто будет за это платить? Вы отработали вступую по циклам, а все остальное на плечи муниципалитета. И мы вместо того, чтобы делать дороги, будем платить за мусор, который и так успешно вывозился. Результат здесь предсказуемый. Если не убирать сверхнормативный мусор, нужно ждать появления несанкционированных свалок. А вот о масштабах можно только догадываться. Ведь Анапа прежде всего город-курорт, население которого во время сезона увеличивается кратно. Помимо этого нельзя скидывать со счетов сельские округа со своей спецификой. У нас селяне большинство, причем занимаются малоимущие, в основном люди сельских хозяйств. То есть при усадебном участке, летний период, сжигать запрещено. Куда будет, в любом случае, бабушка эту траву вынесет. Помидоры осенью куда-то нам вытащит. На обочину. Лежит куда режет. Еще что-то там, облеску деревьев. Куда вот это село. Поставлены бункера. Ну, как бы, вот эти восьмикубовые, такие вот большие лодочки, которые вывозятся в нами. Мы контролируем их наполнение, куда люди несут эти все ветки, эти помидоры. Пожалуйста, приезжайте. Вот как решение, как один из решений вопросов. Такой вопрос. Безусловно, носит... За день. За день. И такие доплаты, скорее всего, нужно будет ждать по многим пунктам. К примеру, теперь в обязанности оператора не будет входить обслуживание контейнеров и площадок для их размещения. Вопрос можно решить, но за отдельную плату. Впрочем, и здесь пока не все понятно. Самих тарифов нет. Сейчас готовится экономическое обоснование для их утверждения в региональной энергетической комиссии. Какие там цифры, неизвестно. Это, говорит региональный оператор, внутренняя кухня предприятия. В администрации города ему мягко парируют. Но эта кухня потом ложится на плечи граждан нашего города. Поэтому нас интересует и тарифное дело в том числе. И мы имеем право об этом знать. Там ничего сверхъестественного, ничего-то тайного в тарифном деле не указывается. Там есть четкие позиции, которые должны быть обозначены. Поэтому я конкретно и спрашиваю. Вот о технике. Я же это веду к тому, что я хочу знать, какая техника будет ходить на территории нашего муниципального образования, в каком количестве, что зимой, что летом. Ответы на эти вопросы еще предстоит получить. Так что можно с уверенностью предположить, что эта встреча не последняя. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Руслан Душевский. Анапа. Регион.